Три, два, два, один, один. Многофункциональном спортивно-зрелищном комплексе Платину Марена Красноярск 2 марта. Начало было назначено на символичное время 2019. Режиссером церемонии открытия выступил известный российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейт-Сити, продюсер ледовых шоу, посол зимней универсиады 2019 Илья Авербух. Шоу представило собой красочное повествование об истории Енисейской Сибири и России, ее культурных традициях во всем их многообразии. Более тысячи артистов были задействованы в церемонии открытия. В основу церемонии легла легенда о богатыре Енисеи и непокорной дочери Байкала Ангаре, где голос Енисея-сказителя пробуждал образы древних шаманов, тотемных зверей и птиц. Субтитры создавал DimaTorzok Яркие краски, задорные скоморохи, блины, пляски и молодецкие игры – все это погрузило в атмосферу Масленицы, праздника, который совпал с проведением универсиады. Не обошлось и без валенок – неизменного атрибута суровой сибирской зимы. Песня «Валенки» в исполнении певицы Нюши получила новое современное звучание, которое запомнится многим. Неотъемлемой частью программы стал парад спортсменов, представляющих свои страны. Российские спортсмены замыкали парад, представив самую большую по численности команду. Владимир Путин поприветствовал спортсменов, тренеров и гостей универсиады, отметив, что проведение студенческих игр связано не только с развитием зимних видов спорта. Главная цель – объединить молодых атлетов из разных стран мира под флагом взаимного уважения, дружбы и честной борьбы. И объявив об открытии 29-й Всемирной зимней универсиады. «Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Россию! Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей, пришел всемирный праздник студенческого спорта. Праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к соперникам. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей. Именно такими стали и летняя универсиада в Казани, игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия. И провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне. Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. И искренне благодарны вам, спортсменам, тренерским штабам и федерациям, за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям. Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед. Объявляю 29-ю Всемирную Зимнюю Универсиаду открытой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова